Из всех ангелов он самый большой и могучий. Он почтенный посланник, которому подчиняются другие ангелы. Он является посланником для ангелов. Джибриль, алейиссалям. Всевышний Аллах создал творения по своей мудрости и возложил на них обязанности в контакте с людьми, а также в управлении мирозданием. Есть разные виды ангелов. За капельку дождя ответственен один, а за солнце – другой. Ангелы отличаются друг от друга по размеру, форме, и они созданы из света. Слово «Джибриль» означает «мощь Аллаха» или «раб Аллаха». В Священном Коране Всевышний называет Джибриля разными именами – «рухуль-Куддус», «рухуль-Алямин», «рух» и «расуль». В источниках людей Писания он упоминается как «Габриэль» или «Гавриил». Джибриль, алейиссалям, один из ангелов, носящих Арш Аллаха и самый великий из четырех великих ангелов. Он самый приближенный к Аллаху, и он тот, кому было поручено доносить откровение. Его макам, то есть место обитания – это Сидратульмунтаха. Под его властью находится армия ангелов у Арша. Ангел Джибриль, алейиссалям, главный среди ангелов, кто доносит до творения Аллаха Иль-Хам. Есть ангелы, ответственные за звезды, миллиарды и триллионы звезд. Джибриль доносит до каждого из них Иль-Хам и одновременно находится у Арша. Он в одно и то же время получает приказы от Аллаха и падает ниц перед ним. Он – посланник между Аллахом и его рабами в этом мире и в следующем. Он передает божественные приказы как ангелам, так и пророкам, а потому обращается к Аллаху напрямую. Впервые на горе Хира, охватив весь горизонт, он пришел к пророку, алейиссаляту вассалям, и предстал в своем облике, сильно сжимая его и прося читать. Таким образом, он принес первое откровение. Перед ночным вознесением он наполнил сердце пророка мудростью. Таким образом, тело пророка, саллиллаху алейхи вассалям, стало легким как душа, и в этом чудесном путешествии он во второй раз явился ему в своем первоначальном виде. В хадисах Джибриль иногда упоминается в образе красивого мужчины, а несколько раз в образе сподвижника Дихьи ибн Халифы. Сообщается, что он пришел к пророку, алейхи вассаляту вассалям, и рассказал ему об омовении, намазе, о жертвоприношении и паломничестве, а также дал объяснение по вопросам Акэды и Ахляка, и некоторые из его товарищей были свидетелями этому. В Медине есть место, где Джибриля видели сидящим в присутствии пророка, алейхи вассаляту вассалям. Позже это место было названо Макаму Джибриль. Он приходил к посланнику Аллаха, алейхи вассаляту вассалям, каждую ночь, особенно во время Рамадана, и слушал неспосланные аяты из его уст от начала до конца. Эту задачу он повторил два раза в год смерти пророка, алейхи вассаляту вассалям. Учитывая высокое положение Джибриля пред Аллахом, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, использовал в своих молитвах словосочетание «Господь Джибриля» и в каком-то смысле заступался перед ним. Ни один пророк, кроме Мухаммада, алейхи вассаляту вассалям, никогда не видел его в его истинном обличии. За время пророчества Джибриль, алейхи вассалям, приносил откровения посланнику Аллаха, алейхи вассаляту вассалям, 26 тысяч раз. В исламских источниках также есть рассказы о взаимодействии Джибриля с древними пророками и их племенами. Он научил Адама письму, сельскому хозяйству и отвез его в Мекку. Он помогал Ною в постройке корабля. Он причинял различные бедствия народу Лута и другим неблагодарным народам. Он защитил Ибрагима от огня. Он помог Мусе против египетских колдунов. Пока этот ролик существует на просторах интернета, каждому, кто был причастен к выходу этого ролика, будут записываться вознаграждения. Станьте и вы частью нашего дауата, пройдя по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok